Приветствую вас, вы пишите следующее. У меня хронический стресс. Хронический стресс, это значит хроническое постоянное напряжение, если я правильно понимаю. Если у вас хроническое постоянное напряжение, то соответственно, то что нужно, это установить его источник. То есть, нужно установить источник вашего напряжения. Такого сильного. В чем он выражает? Из чего он возник? Как он возник? Вот. То есть, это нужно исследовать. Потому что хронический стресс на ровном месте не появится. У хронического стресса есть всегда причины. Какие-то причины. Поэтому то, что вам сейчас транслируют, вероятно, ваше подсознание в виде стресса. Это то, что вы, ну вот, что-то делаете не так. Очевидно. Другой вопрос заключается в том, будете ли вы реально что-то делать? Для того, чтобы разобраться в себе, допустим. Понимаете? Какая история. Будете ли вы, хотите ли вы в себе разобраться? Хотите ли вы, хотите ли вы преследовать себя? То есть, вы пишите, что, ага, вы пишите, что он, значит, делали, делали все для того, чтобы избавиться от стресса. Но на самом деле от стресса избавляться не надо. Именно избавляться. Нужно, наоборот, раскрыть его. Раскрыть свой стресс. Раскрыть свой стресс. Понимаете? Вот это нужно сделать. То есть, на мой взгляд, это куда важнее. Ну и дальше уже будет понятно, в какую сторону вам двигаться. А дальше будет уже ясно, куда вам нужно стремиться и из-за чего у вас возникает стресс. То есть, стресс – это же тревога. А тревога – это неадаптированность к окружающей среде, к миру и так далее. То есть, негибкость. И попытка, значит, переделать мир, психически-психически в том числе. Под себя. Из-за вас не получается. Вот вы пытаетесь вернуться в свои представления. Вот. И ничего не получается. Из-за этого. Вот. И, соответственно, от гранических стресс. Поэтому первое, с чего нужно начинать – это определить причину. Причину стресса, источник стресса. Вот. И, соответственно, уже с ним нужно будет работать. Даже, чтобы быть понятно, что и как делать вам. Вот. Потому что вы говорите много о следствиях. Да? Вот о том, что у вас нарушена память. Что вы не можете вспоминать счастливые моменты. Вот. Это все следствия. Причина. Причины нет. А причины очень важны. Для вас. И для нас важны. Чтобы понять, с чем мы имеем дело. Что, что выбило вас из галлии. Вот. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Вот. В принципе, так. Так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Я понимаю, что этого не много. Я понимаю, что не много. Вот. Но и вы, на самом деле, очень мало предоставили информации о себе. Вот. То есть, чтобы мы вам помогли. Чтобы мы вам помогли. Нужно послушать историю вашей жизни. Проанализировать ваше поведение. Вот. И, соответственно, после этого будет все понятно. Можно будет вам либо дать рекомендации какие-то. Вот. Либо наметить психокоррекционную программу. Пройдя которую, вы сможете перестать испытывать дискомфорт от стресса. Вот. С другой стороны, не стоит забывать о том, что хронический стресс, как и любая хроническая. стресс. Ну, это не болезнь. Да. То есть, любое какое-то вот хроническое состояние, оно человеку для чего-то нужно. Всегда. И вам ваш хронический стресс, вероятно, для чего-то нужен. Только нужно подумать, подумать для чего. что, по-моему, выгода, выгода, ваша выгода. Именно выгода. Количная выгода, которую вы получаете от этого состояния. И обеспечивать его поддержание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их куличку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделать его лучшим. Я вам желаю всего доброго и удачи.